Добро пожаловать в мир, где каждый фильм – это путешествие в прошлое. Сегодня у нас на повестке дня. Не просто кино, а настоящий бриллиант советской комедии. Заглянем за кулисы «Женитьбы Бальзаминова» и узнаем, что делает этот шедевр таким незабываемым. Комедия «Женитьба Бальзаминова», созданная Константином Воиновым, выбрала в себя сюжеты трех пьес Александра Островского. «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся чужая «Не приставай» и «Женитьбы Бальзаминова». Уникальным этот фильм сделало то, что актеры, которых подобрал режиссер, играли совершенно новые, нехарактерные для них роли, и сделали это так, что зрители полюбили их героев. В течение десятилетия режиссер Константин Воинов мечтал о создании этой комедии, видя в главной роли Миши Бальзаминова лишь своего приятеля Георгия Витцина. Сценарий был готов, но проект все время откладывался. Когда, наконец, стартовали съемки, Георгию Витцину уже исполнилось 47 лет, в то время как его персонажу предписывалось быть на 20 лет моложе. К тому же Людмила Шагалова, исполнившая роль матери Миши, была младше Витцина на 6 лет. Актер серьезно взялся за подготовку к своей роли. Месяц провел, бегая по полю в компании футболистов, чтобы обрести стройную и подтянутую фигуру. Для достижения молодежного образа он впервые сам взялся за грим, смешав шпаклевку с красной краской, чтобы лицо казалось более изящным. Морщины были скрыты подвеснушками, а для придания объема прически использовал парик с кудрями. Потом над ним трудились гримеры, слой за слоем наносившие краску, чтобы придать лицу юношескую живость. За это актер в шутку прозвал кинофильм «Женитьба забальзамированного». Решение Константина Воинова дать роль немолодой маменьки молодой Людмиле Шагаловой было вдохновлено ее игрой в сказке о потерянном времени, где она убедительно сыграла девочку-старушку. Для преображения в образ матери Шагаловой приходилось подтягивать нос с помощью невидимых нитей и создавать морщины с помощью пара и специального клея, что делало ее лицо похожим на печеное яблоко. Вечером актрисе требовалось тщательно разглаживать кожу утюжком. К тому же для достижения объема фигуры под платьем скрывали до 8 килограмм ваты. Завершающим акцентом в создании образа стало покрытие зубов актрисы черным лаком. Из-за того, что язык непрерывно прилипал к зубам, Шагалова испытывала трудности с речью. Однако, когда она нашла решение, опустить язык за нижние зубы – это не только решило проблему, но и наделило ее персонажа уникальным старческим голосом, который добавил образу еще большей убедительности. Солидные-то люди, которые себе добра-то желают. За каждой малостью едет к Ивану Яковлевичу в сумасшедший дом. Спрашиваются. А вот такое дело, беседку, советы делаем. Для воссоздания атмосферы старой Москвы киногруппа отправилась в Суздаль. К тому времени полузаброшенный городок с уникально сохраненными 30 церквями, используемыми под склады. Искривленные и наклонные дома придавали месту особый колорит, напоминая о Москве начала XIX века. Отобрав подходящий дом, которому было уже 50 лет, режиссер договорился с хозяйкой о съемках за приличную плату. Однако работа проходила исключительно снаружи. Все действия фиксировали во дворе и возле забора, тогда как сцены в помещениях воплощались в киностудийных павильонах. Исследуя Кремлевскую улицу, режиссер отыскал идеальную точку для съемок с великолепным видом на Суздальские церкви, зелень и открытые просторы, создавая иллюзию уединенного сада, где вдова, ожидающая жениха, проводит свое время. На деле же место съемки представляло собой земляной вал, древнее оборонительное сооружение, заросшее терновником и деревьями. Чтобы достичь необходимой атмосферы, съемочная команда обустроила здесь уютный уголок. Принесли стол, сервировали его и установили забор, через который перелизал бальзаминов. Таким образом удалось воссоздать нужный антураж, полностью погружая зрителя в эпоху. Пирог, который Лидии Смирновой, исполнявшей роль Свахи, пришлось пробовать в одной из сцен, наверняка запомнился актрисе надолго. Режиссер настаивал на многократных дублях, всего их было 15, и каждый раз Смирнова должна была еще раз и еще раз пробовать пирог, достигая предела терпения, пока, наконец, воинов не был удовлетворен сценой, зафиксированной на камеру. Съемки фильма завершились всего за три месяца, но за это время участникам пришлось адаптироваться к довольно аскетичным условиям. В Суздале тогда была только одна гостиница, из-за чего членам съемочной группы приходилось делить номера на двоих или троих, готовя пищу самостоятельно. Лидия Смирнова и Людмила Шагалова, к примеру, жили вместе с Татьяной Конюховой, исполнительницей роли служанки Химки. Санитарные условия были далеки от идеала, на весь этаж приходился всего один туалет. В киноленте были включены несколько впечатляющих эпизодов, где Бальзаминов фантазирует себя то царем, то генералом. Для массовки в этих сценах привлекли почти все население Суздаля. За восьмичасовой рабочий день детям выплачивали полтора рубля, взрослым – три рубля. Хоть эти суммы и считались довольно приличными на тот момент, люди приходили на съемки не столько за деньгами, сколько за возможностью стать частью кинопроцесса, что было настоящим праздником для местных. До своей роли в «Женитьбе Бальзаминова», где Лидия Смирнова оживила образ Свахи, актриса известна была исключительно за исполнение положительных персонажей. Ее образ ударницы и красавицы Шурочки из фильма «Моя любовь», взявший на себя заботу о племяннике, завоевал сердца зрителей по всей стране. Но в этот раз Смирновой предстояло вжиться в роль, резко контрастирующую с ее прежними работами. Поиск подходящего образа занял время, пока не всплыл в памяти образ тетки, увиденной в годы войны, шепелявой и трясущейся, что позволило Смирновой трансформироваться из образа красавицы и умницы в несколько наивную сваху. Эпизодические роли в этом фильме пестрят известными актерами, что придает ему особый шарм. В этой комедии собрался впечатляющий состав известных советских актеров, в том числе Нонна Мордюкова, Ролан Быков, Надежда Румянцева, Инна Макарова и Людмила Гурченко. Наталья Крачковская также появляется в одном из эпизодов. Особенно заметно, что большая часть актеров присоединилась к проекту практически без прослушивания. За годы, пока режиссер вдохновенно работал над сценарием, каждый из героев как будто сам нашел своего исполнителя. Нонна Мордюкова, воплотившая на экране роль богатой вдовы Домны Белотеловой, призналась, что ей пришлось шмякать Георгия Витцина о забор и обрушивать на него ливень поцелуев 29 раз, прежде чем режиссер решил, что снято достаточно. «У бедного Витцина все лицо было в красных пятнах и шея, даже царапина появилась от гвоздя на заборе, а режиссер все говорил, давайте еще раз», – вспоминала она. И вот, друзья, мы вместе прониклись уникальной атмосферой съемочной площадки, ощутили трудности и радости, с которыми сталкивались актеры и режиссер при создании этой несравненной комедии. «Женитьба Бальзаминова» – это не просто фильм, это кусочек истории, воплощенный в жизнь благодаря таланту и стараниям многих людей. Он оставил неизгладимый след в сердцах миллионов, став истинной классикой советского кино. Присоединяйтесь к каналу «Ретро Вивит», чтобы узнать еще больше увлекательных историй о советских фильмах. Если вам понравилось это видео, то буду признателен за поддержку. Ваш вклад помогает продолжать создавать новые выпуски. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok